Приветствую вас в серии видеоуроков по установке Windows 10. Здесь расскажу, как вообще происходит весь процесс. Первое, что нам с вами нужно сделать, это создать загрузочную флешку с образом операционной системы Windows 10. Это специальная флешка, с которой будет происходить загрузка и вся установка операционной системы. Первое, что вам понадобится, это, естественно, сама флешка. Минимум хотя бы, пусть она будет 4 гигабайта, желательно хотя бы 8. И специальное средство. Скачать его можно вот с этой страницы. Ссылку на нее я вам дам. Здесь спускаемся ниже и ищем пункт «Хотите установить Windows 10 на своем компьютере». Нажимаем «Скачать средство сейчас». Я скачиваю на рабочий стол. Так, закачка у меня завершена. Вот оно, это средство. Запускаем его. Так, здесь принимаем лицензию. Так, здесь программа сразу подставляет те параметры, которые в данном случае у меня актуальны. То есть я сейчас записываю это видео как раз-таки в операционной системе Windows 10. И она отсюда же подхватила, что язык русский, выпуск Windows 10, архитектура 64-разрядная. Вот если вам вдруг нужно что-то здесь изменить, убираете галочку и меняете уже на свой вариант. Так, я оставляю этот вариант. Далее ставлю, что я буду использовать USB-устройство. Видите, пишет, что нужно не менее 4 гигабайт. И указываю вот флешку, которую я вставил. У меня это диск D. Вот она. Так, нажимаю «Далее». И теперь нужно дождаться, пока данное средство загрузит Windows 10 и сформирует вот эту загрузочную установочную флешку. Итак, через некоторое время программа закончила работу и пишет, что USB-устройство флеш-памяти готово. Все, я нажимаю «Готово». В принципе, можно уже переходить к установке. Но напоследок еще совет на тот случай, если вы вдруг решили просто переустановить Windows 10 с нуля. Допустим, у вас она до этого стояла. У вас уже был лицензионный ключ. И вы сейчас просто хотите ее переустановить с нуля. Так вот, чтобы этот ключ у вас не потерялся, чтобы потом Windows активировалась нормально, я рекомендую сделать вам как минимум два действия. Во-первых, узнать текущий свой ключ, если вы его еще не знаете. Сделать это можно с помощью бесплатной утилиты. Живет она вот по такому адресу. Ссылку я вам на нее дам. Она называется «ShowKey Plus». Вот здесь скачивайте zip-архив с этой утилиты. После закачки он будет выглядеть вот таким образом. Просто, как обычно, его распаковываем в директорию, заходим внутрь. И тут запускаем саму программу «ShowKey Plus». Она покажет вам ключ. В моем случае вот он. Запишите его. Он, возможно, вам потом пригодится. Так, второй момент. Желательно войти под своей учетной записью Microsoft, если вы еще не вошли. Как это делается? Нажимаем комбинацию клавиш Windows I и попадаем в параметры. Здесь выбираем учетные записи и смотрим, под какой учетной записью мы вошли. В данном случае у меня локальная учетная запись. И в этом случае у меня привязка Windows к моему аккаунту Microsoft не идет. Поэтому, чтобы такая привязка была, нужно войти именно с учетной записью Microsoft. Нажимаем вот эту ссылку. Если у вас она уже есть, просто входите под своим логином и паролем. Если нет, то сначала создайте себе эту запись. Я вхожу просто под своей записью, которая у меня уже есть. Так, текущий пароль Windows у меня стоит без пароля. Если вы использовали какой-то пароль при входе, то его нужно будет здесь ввести. Так, сразу здесь предлагают ввести пин-код, чтобы каждый раз не вводить вот этот пароль от учетной записи. Я, пожалуй, это сделаю. Окей. Так, и нам осталось подтвердить, что это действительно мы. Я нажимаю подтвердить. Так, ставлю способ получения кода на мой e-mail. И вот здесь его еще раз ввожу. Нажимаю далее. Так, проверяю свою почту. Так, вот мне пришло от них письмо. И ввожу код, который там пришел. Нажимаю далее. Все, они меня подтвердили. И таким образом, после переустановки Windows, я войду опять же под этой же учетной записи. У меня активация Windows должна будет произойти автоматически. Ну и на крайний случай у меня сохранен лицензионный ключ, соответственно, через программу, которую мы узнали, шелки и плюс. И даже если будут какие-то проблемы с активацией, можно будет воспользоваться ключом. Так, на этом здесь все. И, в принципе, можно переходить к установке Windows. Делаем relate к настройке Windows. По 북한eland. Так, чтобы двигаться с Ak篪. Так, стırdых. После...